ремонте вот такая швейная машинка аэх значит диагноз не работает регулировка ее тут уже нет с ней проблема не регулирует сразу как бы не ставил сразу тянет слишком затягивает нитку кто-то уже пытался ремонтировать ну вот таким способом как отрегулировать модель их 376 добраться до этого механизма ну прежде всего здесь нужно открутить и снимаем потом что еще здесь уже некоторые винтики откручены поэтому ну что так оно дошло до меня в принципе нужно открутить снизу вот этот винт вот этот при открутить просто немножко вот этот винт если вы впервые открываете тут еще такой же винт есть в середине но до меня и уже вскрывали идет снимается уже там при откручено и вот в таком состоянии поэтому нужно снять вот эту регулирую и поднимая за одну сторону здесь у меня винта нет и не предусмотрено возможно у вас тут будет при поднимаем не страшась если у вас будет вот это откручено она здесь не будет мешать у меня не откручено поэтому я по-другому поступлю сейчас поставлю я немножко подковырну у меня вот так откручется все мы добрались значит покажу немножко увеличим тут механизм есть который не разбирается уже тут стоит последовательность какая не смогли в этом разобраться потому что тут не все регулируется добавляли какую-то тоже добавляли какую-то пружинку не нужно сначала устанавливается пружинка вот этим пазом еще зарядку пружинку вот этим усиком есть там специальный разрез чтобы она туда попала теперь что необходимо есть такое колесико и пластиковая шайба которая надевается вот так это паз под пружинка такая прокладка крутящаяся крутящаяся под пружинку значит гайкой вперед видите здесь гайка она вперед идет туда на резьбу вставляем так теперь теперь вот такая пружина треугольная она ставится не усиками не сюда усиками усиками в середину вот смотрите вы так выставляете там дальше идет резьба выставляйте ее в ноль на самый край резьбы и это будет соответствовать нулю это колесико не может крутиться несколько оборотов тут есть ограничитель вот на этой пласти не будет ограничитель который не даст прокручиваться несколько оборотов поэтому ставите на ноль и вставляете ноликом на себя пружинка там внутри остается вот так все теперь вот эта пластина она тут этим вот усиком будет ходить в пазу и вставляется вот таким образом будет регулировка как проверить что все отрегулировано регулируется она вот таким образом например ставите в ноль продеваете нитку и пробуйте вот в нуле свободно и тянете до 9 пластина должна хорошо прижаться у меня слабенькая недостаточно сильно мне кажется нужно немножко чтобы плотнее ходило потому что в таком случае на тройке ну будет совсем сильно обычно я регулирую чтобы нормально ходила на тройке значит нужно усилить жесткость пружины что для этого нужно мы все заново снимаем и растягиваем немного растягиваем пружинку для того чтобы она зажимала сильнее просто в руку вручную немного не получится смотря сколько у вас силы немного вручную растягиваем я растяну теперь она будет немножко жуще если не получается вручную у вас не хватает силы или не крепкие то плоскогубцами за одну сторону плоскогубцы обыкновенные или взять узкие плоскогубчики с одной стороны взяли с одной стороны и немножко вот такими движениями растянули чуть-чуть все она стала более жесткой вот сжать ее немножко сложнее уже придется в тиски сжимать поэтому не усердствуйте снова ставим колесико это гайку с пластиковой шайбой закручиваем в ноль и пока я не буду ставить даже на пружину просто хочу потренироваться вот я так будет стоять на нуле я допустим ставлю на тройку уже более-менее я бы в принципе так и оставил если поставлю на девять еще сильнее самое главное что вот тут тройка или четверка имеет определенное уже так более-менее я наверное сделаю это еще один раз ну и затем собираю в обратной последовательности как собирать уже поняли установить вот эту пластину но единственный момент здесь в наборе этих запчастей не было фиксирующий стопорного не было стопорного кольца вот я например так ставлю я вот так вот ставлю здесь есть паз под эту пластину и есть еще один разрез под стопорное кольцо что такое стопорное кольцо в увеличенном виде я вам показываю что такое стопорное кольцо сюда оно не подойдет оно большое это тоже не подойдет тоже великовато сейчас буду подыскивать или соответствующее стопорное кольцо или просто обыкновенной проволочкой нужно накинуть и плоскогубцами закрутить проволочка должна быть соответствующего диаметра чтобы она попала в паз не выскакивала и она будет держать эту пластину пока еще не нашел но в увеличенном виде я специально показал чтобы вы понимали о чем это такая шайба с разрезом может быть таком или еще тут снаружи усики может быть но они разные вида но в этом случае стопорное кольцо здесь нужно иначе пластина будет выпадать я нашел соответствующее стопорное кольцо где он шел но есть у меня вот такая вот баночка с разными винтиками я когда разбираю какую-то технику то не выкидываю такие вещи вот для такого случая чтобы если вдруг понадобится я мог полезть и найти и теперь фиксируем чтобы не выпадала эта пластина и все собираем в обратную последовательность как я сказал я еще один раз подтяну пружину хочу чтобы немножко больше натяжка была при нуле она наверное уже я его оставлю будет тогда слишком сильная натяжка при нуле вот так и оставлю зафиксирую и собираю в обратной последовательности я раз хотел обратить ваше внимание на момент сколько нужно закрутить этой игроки чтобы правильно поставить в начало ставим пружинку и это на 0 и видим что смотрите есть есть глубокий пласт под стопорное кольцо и дальше еще небольшое место под вот эту пластину до толстого значит ставим на 0 прижимаем и смотрим влезет ли сюда пускает и вот даже если прижимая все равно вот полностью не освобождается после паза такое место под пластину значит что нужно 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 еще немножко подкрутить не станет на место чуть подкручиваем опять сюда позже ну вставляем вот сейчас я смогу сюда поставить и эту пластину немножко назад откручу ну собственно все теперь раз я смогу вставить значит теперь как я выставляю на 0 начинаю с нуля устанавливаю и теперь здесь фиксирую стопорным кольцом собственно теперь уже все понятно хочу показать что есть еще два места крепления на 1 при разборке это вот здесь винтик через вот эту дырочку нужно открутить это чтобы разобрать и еще один винтик через вот эту дырочку через вот эту дырочку нужно открутить и тогда я вам показывал что в принципе вот эту крышку тоже нужно снимать потому что там под этой крышкой еще один винтик нужно снимать нужно откручивать для того чтобы открутилась в принципе сейчас я уже